В связи с Гройсманом, какая ситуация? У меня вот было, недавно я был на 112-м канале, и мне удалось кое-что сказать, в отличие от предыдущих разум. И как раз тема Гройсмана выстрелила, и ведущие тогда говорили о Яреське. Я говорю, нет, никакой Яреська не будет, это понятно. И дело в том, что, даже не в том дело, что Гройсман человек Порошенко, а дело в том, что в нашей власти действует принцип вот этой пирамиды некомпетентности, которая, так сказать, растет-растет по мере возвышения. И это называется, как вы помните, принцип Питера. Питера, да, что человек достигает вершины своей некомпетентности на каком-то этапе, а дальше с ним что происходит? Либо он уходит, либо его уходят. Два варианта. Но смешно, что принцип Питера, это принцип Петра, то есть Петра Алексеевича. Это безумно смешно, потому что там идеи потолка некомпетентности достигли практически все. Он им дал возможность, и Литей, потом Муженко показал полную некомпетентность. Поэтому я бросил такую фразу, что Гройсман по своему образованию, он абсолютно некомпетентен для выполнения роли премьер-министра. Абсолютно. А как же он Винницу обустроил? Винницу обустроил. Он менеджер, он как бы что-то там на уровне вот такого локального гладоцентра. Я просто ради интереса посмотрел образование. Съездил в Винницу. Что-что? Я говорю, съездил в Винницу. Мысленно. Да, мысленно. Так что с образованием? Да, с образованием. Это тоже интересно, что человек был слесарь, который потом вдруг стал исполнительным директором мгновенно. Каким-то врат слесаря, опять-таки квантовый скачок. Потом в 2003 году Академия управления персоналом, там закончили за три года. А потом в 2010-м, опять-таки, это вот эта фейковая структура управления при президенте. Вот эта вот всякая такая штука. А вот этот вуз все заканчивают для того, чтобы получить корочку. То есть человек ни экономического образования не имеет ничего. Да, возможно, хватка менеджера есть, но этого абсолютно недостаточно для того, чтобы выполнять роль в кризисной ситуации, в кризисной, абсолютно кризисной, выполнить роль вот этого антикризисного менеджера. Он абсолютно некомпетентенен. Я сказал, он некомпетентен. Но именно поэтому он будет премьером. Почему? Потому что действует закон вот этой антиселекции, селекции вот этой вот некомпетентности. Или же это кумовство какое-то, проще говоря, ну так, наверное, и не скажешь сейчас. Что-что? Старинное же словопотребление. Кумовство когда происходит? Нет, понятно. Ну тут еще и дальше, я говорю, и тут еще, конечно, кумовство. Ну и в этой ситуации, кстати, я вот в этом блоге по поводу Гройсмана, перспективы Гройсманиана, вот он у меня называется на странице, я написал о том, что вот ситуация, которая сложилась в Украине, что сам вот этот выбор между Гройсманом и Ересько, он в каком-то смысле является выбором даже не между Сциллой и Харибдой, потому что выбор между меньшим и большим злом, потому что Ересько – это человек, который будет продолжать линию Яценюка, которая угробила уже, как говорится, экономику и, в общем-то, социальную сферу. А Гройсман будет, в общем-то, линию, возможно, Каноненко, вот линию Каноненко, то есть это оседлать все потоки, которые стекаются в определенного рода карманы, абсолютно. И поэтому, что лучше? Мне сложно сказать, что хуже, и в этом, знаете, я вспоминаю, знаете, когда у Сталина спросили… – Левый и правый уклон. – Да, помнишь, что он сказал? – Газбор с газеты «Известия». Ну, конечно, оба хуже. – Оба хуже, да, поэтому оба хуже, да, поэтому оба хуже в этой ситуации, поэтому это скорее не выбор между Сциллой и Харибдой, а выбор между Харибдой и Харибдой. – Не, ну а какое-то меньшее зло… – Меньшее зло все-таки Ересько. Почему? Потому что, повторяю, все-таки здесь нет узурпации власти, здесь нет вот этой вот модели, вот, по крайней мере, иллюзия того, что Запад как-то… Она человек Запада, Америки и так далее. Опять-таки это плохо в экономическом смысле, тоже очень плохо, вот, но это лучше в политическом смысле, вот. А сейчас мы будем иметь вот эту вот попытку… Но, опять-таки, почему я делал выводы о том, что это гибельно для Порошенко, в каком плане, что, во-первых, у него исчез главный козел отпущения, Яценюк. То есть, уже… – Он еще не исчез, но как-то… – Он не исчез, да. – На листовке уже, вот, премьера-коррупционера такая-то ритма. – Да, 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 долгой премьер. – Читаю просто цветные источки. – Кстати, что интересно, что Яценюк еще не ушел, а Хройсман уже раздает обещания, это тоже любопытные вещи такие. Это как бы, знаете, акт такого психологического давления на Яценюка, что, мол, тебя уже тут нет. Хотя, формально, он еще проповеди какие-то воскресные читает, что мы дороги должны построить, вот, идеи, вот, дорог. Кстати, что интересно, что всегда в авторитарном обществе, вот, говорят, мы построим дороги, это очень хорошо. Да, вот, говорят, что в Венеции Хройсман построил дороги хорошие. – Да, вот, и в этом плане, знаете… – Ну, и песня «Эх, дороги, пыль, туман». – Вот, да, и в этом плане, кстати, Слава и Жижик приводят такой пример, что многие немецкие консерваторы говорили о Гитлере, говорили, да, говорит, Гитлер был, конечно, да, он плохо делал, он, конечно, уничтожал евреев, настроил хорошие дороги. Вот, вот, а Гройсман говорил о том, что подспудный смысл вот этой непристойности, он говорит, на самом деле содержание другое, что Гитлер, конечно, строил эти дороги, но главное, он уничтожал евреи, вот это хорошо. То есть он показывает, что вот это темная изнанка сознания человека и так далее. Да, но я говорю не об этом, что, я говорю, что Яценюк еще не ушел, а этот уже, этот уже пришел и говорит, значит, мы сделали, да, более того, его же еще не назначили. То есть еще как бы нету, нету официально, то есть Дигосин, когда вы летали все же президентские делегации, вернее, парламентские, когда в Брюссель, до еще всех этих терактов, да, он же тоже рассказывал о каком-то там особом плане реформирования Гройсманта, какой-то секретный план у него был. – Секретный план, дело в том, что я всегда, я не знаю, что он рассказывал, я вернусь еще к теме этих рассказов, вот этих вот, да, например, мне всегда очень нравится, что когда власть анонсирует что-то, да, и она не может это сделать, вот непосредственно, они говорят, мы вам предложим дорожную карту, вот чего-то там такого, опять-таки, тема дороги, да, дороги. – Дороги всплыли тоже. – Дороги опять всплыли, то есть вариант вот этой дорожной, вот мы все время дорожную карту вот с террористами заключаем, когда есть дорожная карта урегулирования конфликта, есть своя дорожная карта, есть своя дорожная карта, выполняя вступление в Евросоюз. – Честнее было бы контурную карту, помнишь, которую еще нужно там все раскрасить? – Раскрасить, да. Поэтому, в общем, говоря об этом некоем секретном плане, вот я скажу об этом чуть позже, вот, а сейчас говорю вот о чем, что ситуация, теперь все, теперь для Порошенко уже нет громоотвода, не будет, вот, ясно, что теперь все будут говорить, это человек Порошенко. А, кстати, что интересно, что теперь уже пытаются что-то придумать, чтобы показать, что Гройсман самостоятельен. Это недавно бросил Ложкин, новый писатель наш, да, вот знаменитый, вот, Ложкин сказал, вы ошибаетесь, Гройсман это не аватар, аватар Порошенко, он абсолютно самостоятельный, при этом у него спрашивают, Соня Кошкина говорит, а он что, может пойти против президента? Он говорит, ну нет, он не пойдет против, но он не аватар, то есть, он может ему сказать, может ли он сказать президенту нет? Ну, может, но скорее всего они вот единая команда, вот такую, но при этом, значит, вот, и поэтому, что через несколько месяцев мы будем свидетелями того, что никаких улучшений не будет, более того, коррупционные скандалы всплывут и будут просто космического масштаба, вот, и... То есть, разоблачения будут какие-то, Яценюка, вы видите, да? Нет, корновые, уже новые, ну, да, ну, Яценюка... Ну, а вот, будет какое-то шоу, связанное с уходом Яценюка? Ну, скорее всего, возможно, потому что, я же говорю, что если не удовлетворяют эти тайные переговоры, что, чего там он требует, я же говорю, что он же больше всего боится, что его посадят. Потому что, представляете, для Порошенко было бы идеально посадить Яценюка, и вообще он тогда бы сказал, вот это борец, вот это борец с коррупцией и так далее. Кого-то нужно же было посадить, да? Посадить. Ну, мы уже говорили в этой студии о Корбане, вот, и власть тут тоже просчиталась, и она по-тихому слила этот процесс, вот. То есть, а вы исключаете, что там были какие-то договоренности по Корбану, как-то уже больно, вот, подтвердил же Порошенко, что и с Коломойским он общался? Нет, договоренности были, но власть поняла, что из дела Корбана вот этого резонансного процесса не получится громкого, и сейчас, что интересно, что когда процесс начинался, то он был максимально громким, а завершение процесса стало максимально тихим. То есть, просто пошла информация, вот было, есть и все. И более того, и Корбан не дает интервью, и нет вот этого громоглаза. То есть, видимо, ему сказали, значит, так, ты сиди тихо, и мы будем сидеть тихо, вот тихонечко, да, мы тебе полтора года условно дали. Вот после вот этого, после этих Кугуаров, Альф и так далее, он получает полтора года уже спокойно, да. Вот, поэтому, я же говорю, что посадили, ну, Яценюк, Яценюк, поэтому он и требует генпрокурора. Вот, а с другой стороны, я повторяю, поскольку он еще не ушел, он же еще может загортачиться, то есть, могут быть какие-то вещи. А как вот Яценюка могут посадить, это же просто даже трудно себе представить, за что? Не, ну, я условно. За листовки же, которые там... Не, ну, я понимаю, я говорю, к примеру, говорю, что, видимо, он что-то боится, что где-то там что-то накрал. Они же сорать, начиналось все же вместе на трибуне, мы помним. Ну, да. Не, при этом... От общего прошлого куда уйдешь? Да-да, Порошенко сказал, что он очень любит Яценюка, в таком человеческом смысле слова, потому что он великий реформатор, он недавно сказал. Просто, ну, вот сейчас еще более великий придет реформатор, вот как бы и так далее. Вот поэтому я говорю, что в этом плане перспективы очень плохие, и назначение Гройсмана фактически лишает возможности отступления команды президента, то есть весь негатив теперь пойдет на него, а вот то, что он пойдет и так далее.